Подними маску-то. Да, ладно. Есть лицо там? Да, есть, есть. Привет Павлу Канаеву всего 16 лет и он впервые вышел на лёд в матчах молодёжной хоккейной лиги. Кто знает, может быть это видео будет историческим. Кстати, Канаев одержал победу. Это тоже надо запомнить. Наверное, одна из самых молодых команд в молодёжной хоккейной лиге – СКА Варяги из Санкт-Петербурга. Летом я сочувствовал главному тренеру Юрию Добрышкину, но он пожимал плечами и говорил, что работа наоборот интересная. За сентябрь ничего не изменилось. СКА Варяги – команда системы питерского клуба и уже то, что там рос вратарь Ярослав Аскаров говорит о многом. Система СКА понятна. В КХЛ играют лучшие. В ХЛ те, кто уже готов ко взрослому хоккею. В СКА-1946 – молодёжная витрина, а в Варягах всегда выступали те, кому нужен был дополнительный шанс. Но, например, в прошлом сезоне у клуба была пятёрка ребят постарше, а сейчас этого нет. Слушайте, ну вот 15-летние у вас дети играют. С детьми уже тяжело управляться на льду. Да нет, почему? Я не считаю их детьми. Уже как бы мужички, уже всё-таки два с половиной месяца, уже три месяца они в МХЛ. Я считаю, это уже взрослые достаточно хорошие ребята. Ну а не возникает, что вы взрослый человек, а тут реально же дети, но какие-то там детские вопросы? Да нет, я опять же повторюсь, что они уже не детские вопросы уже задают. Достаточно нормальные взрослые вопросы, но больше всё-таки по игре, по хоккею. Мне кажется, что вы в довольно неудобное положение поставлено, то, что у вас один только человек 99-го года, остальные все вообще совсем молодые. Тяжело же конкурировать на таком уровне? Да нет, ну, ребят стараются. Да, где-то, может быть, не хватает понятия, как бы это уже другая ступень, всё-таки более взрослый хоккей, МХЛ, это уже... Но, опять же, они стараются, они быстро впитывают, перестраиваются. То есть, в этом плане, как бы, нет у нас вопросов. Сколько поражений в этом сезоне было из-за того, что из-за возраста, фактически из-за возраста? Да я не считаю, что это из-за возраста. Где-то мы просто тактически где-то, может быть, проиграли. А то, что вот говорить там из-за возраста, что у нас не хватает сил, я не могу сказать. А ведёте переговоры, может быть, с системой СК, чтобы хотя бы пятёрку СК-46 спустили? Нет, ну, у нас, опять же, есть хорошие ребята и 2002 года, и 2003 года. Я считаю, что им как раз это для того, чтобы для роста. И с этим, наверное, и была создана эта команда, чтобы ребята быстрее взрослели. Просто нужен же пример, всё равно на льду. У нас есть пример, вот то, что от 99-го года Денис Мехнин. Я считаю, что это хороший пример для ребят. Можешь, подколзанно заберёте. Василий, кстати, на прошлой неделе играл в МХЛ, но в СК-1946. А у варягов Денис Мехнин. Он два сезона провёл в Северной Америке, затем вернулся, а сейчас делает всё, чтобы попасть на молодёжный чемпионат мира. Тяжело, наверное, когда дети партнёра фактически у тебя? Да нет, они не дети совсем уже. Они вышли из, как бы, из дюшер. То есть, они взрослые, врослые с каждым днём, то есть, мы друг друга понимаем. То есть, я не считаю их детьми, уже становятся мужиками, как бы, всему своё время просто. Почему ты вернулся? Ну, так получилось. Ну, расскажи уж правду. Ну, я не буду, это так останется между моей семьёй и, там, людьми другими. Агенты вмешались? Или клуб, или что? Или то, что на драфте тебя не выбрали? Да всё вместе, на самом деле. Не видел там перспективы оставаться, развиваться? Или, может быть, ты ещё отправишься там через год? Ну, надо доиграть с начала контракта, там будем смотреть. То есть, пока, бро, всё тут хорошо, мне нравится. Стоит ли ехать всё-таки молодым в американские лиги? Ну, смотря кому как, я не знаю, правда, и стоит ли им ехать. Ну, для меня это был большой опыт, на самом деле, изучить технюю канадскую, как бы, хоккей. То есть, ну, мне было интересно. То есть, я считаю, что я не зря съездил на те два года. Ну, расскажи, что вернулся-то. Я не буду говорить. Расскажи. Нет. Ты останется между мной и людьми. Какими? Ну, есть люди и всё. Ну, я... Я не буду ничего говорить насчёт этого. Ну, вернулся, вернулся. А чего вернулся? Хоккей в России понравился больше. Решил, что тут больше можно прогрессировать. Ты не удивлён, что тебя держат в СК «Варягах» и не в СК «46», где откуда ближе к вышке, к той же... Ну, не знаю, мне, как бы, говорят, что меня должны поднять в высшую хоккейную лигу. А откуда мне, как бы... Ну, хотелось бы, конечно, и там поиграть. Но где дают, там играю, пользуюсь, как бы, шансом каким-то. Ну, говорят, что должны поднять, но не знаю, когда это произойдёт. Просто где-то пытаюсь отойти, ну, как бы, уйти в сторонку, ну, подумать что-то. А, как бы, всегда с командой, потому что, ну, если не буду отдельно, то у нас ничего не будет получаться. Денис выступал в Лиге Квебека. Если говорить не о спортивных моментах, то на память приходят только приятные вещи. То есть, все друг друга знают, там, ходили в магазины, там, приходишь, тебя там, встречают, там, о, привет, там, Михнин, типа, да, да, и там, мне булки, бывало, покупали, там, просто люди, из-за того ничего. То есть, ну, было весело время. А в Питере покупают булки? Ну, к сожалению, приходят только самому себе покупать. Если возвращаться к МХЛ, то самый старший игрок понимает, какие сложности возникают в матчах из-за возраста команды. Может, где-то просто нам опыта не хватает, где-то там, ну, то есть, где-то выкинуть шайбу проще через сбор, где-то там клюшку поставить. Ну, у пацанов это всему, ну, это всему свое время. Я думаю, что у них будет далекое будущее, с кем они сейчас играют. То есть, самое главное, им дают шанс, они пользуются, ими играют. То есть, ну, это всему свое время, да, им не хватает опыта, но есть у пацанов огромное желание и приятно находиться в этой команде, что, как бы, все хотят играть, все хотят забивать. Это круто, на самом деле. Но если у Дениса есть какой-то опыт, то остальные – дети детьми. Правда, я уже не первый раз замечаю, что перед камерами они становятся более взрослыми. Арсению Карамыслову всего 15 лет, но если бы я сейчас вам об этом не сказал, то догадаться было бы нельзя. Ну, а родители знают где-то? Да, конечно, знают. Отпрашиваешься? Да нет, почему? Ну, слушай, вот это не тот еще период, когда надо, если в другой город едешь, писать письмо от родителей, что отпускают. Да нет, у меня мама просто ко мне приезжает часто и живет со мной. Так-то живем все в хоккейном городе, в гостинице. Там же она тесная, гостиница, если первая команда заселяется, негде жить. Ну, мы приезжаем в гостиницу Охтинскую, там живем. Ну, а тяжело играть, когда ребята постарше? Там два года, один-два года. Да нет, особо не зацикливаешься, играешь в свою игру. Главное, сам отборолся, отдал шайбу нападающим. Мне кажется, что главная проблема в том, что много проигрываете, ну, из-за того, что по возрасту. Спартак сегодня выставил тройку взрослых и уже преимущество. Сейчас пока допускаем немного детские ошибки, должны их исправлять, и игра пойдет. Первую шайбу забили, и остальные тоже полетели, должны были забивать четвертую. Просто не повезло. Как вы сейчас домой поедете? На поезде, на сопсвене. Чем ты занимаешься в поезде? Ничем. С ребятами общаюсь, разговариваем в чем-нибудь, играем во что-нибудь. А что? Во что угодно. Мне вот интересно, ну ты в какие игры играешь? Тебе же сколько лет? 15, 16? 15? Боже мой, а! Тебе даже на Олимпиаду еще рано ехали? Да я такой все равно не один в Динамо. Есть Павел Ментиков тоже 15 лет, даже младше меня. А, еще по месяцам, да, младше? 20 дней младше меня. Сегодня вратарь был 16-летний? Да, он одноклубник мой. Серьезно, где, в Руси? Да. Подтащил нормально. Не удивился, что его увидел? Он так-то сам не знал еще, что будет играть. Он хороший вратарь и в АХЛ тренировался, и в КХЛ уже. А, ну а что вы играете-то в поезде? Вот тебе 15 лет, то что ты можешь играть? В прятки? Да нет, мы и в карты, там и в слова можем. В карты? Ну, все законно. Я спрашивал у ребят, не расстраиваются ли они, что формально находятся не в первой молодежной команде СКА. Но они тут же напоминали мне про Аскарова. Возразить было нечего. Кроме того, лучших все равно заметят и переведут, если игра поет. Так вот, о Павлика Наеве. Он родился в июле 2003 года. Это же как вчера. Вот ты вчера пришел домой, и когда узнал вообще, что надо будет играть? Узнал вчера после тренировки, когда тренировался с неиграющим составом. Ну, мы живем в гостинике, сейчас не по домам. Из-за этого начал сразу готовиться. Я так понимаю, что ты в этом сезоне даже в АМХЛ в запас не попадал? Нет, не попадал. Уже ли не волновался? Нет, нормально все было. Серьезно? Да. Господи, до тебе лет 16, наверное. Да, так и есть. И ты выступаешь на профессиональном уровне, даже МХЛ, и нисколько не трясло? Нет, мы контролировали всю игру в третьем периоде, немного не получилось. Ненужное удаление, но все хорошо закончилось. И как у тебя прошедшая неделя пошла? Ты все с молодежной тренировался или по школе еще? Да, я тренировался в последней неделе с молодежной командой. Ну и все. А не знаешь, почему именно на Сковорягов выбор и почему на вторая игра именно? Не знаю. Тренера поставили, мое дело сыграть хорошо. А были еще разговоры, что пораньше, может, выйдешь или в начале сезона? В начале сыграл, ну, предсезонную игру с Тайфуном сыграл, и потом меня отправили в третий год. У Спартака МХЛ был большой перерыв, получается, да, мы провели сборы, и после сборов я, ну, как бы, начал с ними тренироваться и уже полностью влился в коллектив. И, ну, из-за этого дали эту игру сыграть. Сколько из трех шайб твои? Ну, шайбы две. Ну, вот, которые за сбитые ворота вряд ли, наверное, твоя, да? Да, нет, почему? Она пролетела под мышкой, я мог поймать. Я чувствовал то, что она уже вылетела сзади, но не успел развернуться и накрыть ее. А третья? Третья не твоя. Ну, третья там можно было перехватывать, поперек вратарской шоу-пасс. Ну, тоже такая неприятная шайба. Как думаешь, я понимаю, что это трудно говорить, но как ты думаешь, когда тебе удастся сыграть в ВХЛ или в КХЛ, вот примерно? Ну, понятно, еще 16 лет, много чего может случиться, но все-таки. Года через три, через два, посмотрим. И все такие честолюбивые, с планами. На этом я прощаюсь с вами и предлагаю спор, что произойдет раньше. Канаев дебютирует во взрослом хоккее или ОРГ одержит первую победу в чемпионате. До свидания. Самый взрослый, ты их заставь пойти тебе покупать. Да, нет, я не устраиваю дедовщину. Ну, конечно, тебя тут завалят подростки одни. Да, нет, почему?